Всем привет, с вами Кася Димон. В этом видеоролике я хочу поздравить всех граждан нашей страны с праздником в 3 мая. Пожелайте провести их туда хорошо за день. И еще хочу поздравить всех, пожелать всем ветеранам здоровья, долгих лет жизни. Потому что если бы не они, у нас бы сейчас могло бы и не быть. Спасибо за то, что нам подарили будущее. И знаете, как они за 4 года противострелили такому мощному врагу, как фашисты. Фашисты поступили в лозу неправильно. Как они неправильно? Они никого не щадили. Ни детей, ни стариков, ни женщин. Им было все равно. Они хотели захватить власть, хотели быть правителями всего мира. Гилья был полнейшим лозом. Больным он не был. Он был умной скотиной. Я почитал это в истории. Просто в начале, они напали в 4, да, на Советский Союз, на нашу страну. Когда большинство людей спали с их кроватью, и некоторые люди умерли во сне, не спели поснуться. В начале войны у нас, они уничтожили аэродром, много уничтожили самолетов, танков. Танки у нас в начале войны были вообще никакие. В вооружении у нас было тоже очень. Сталин думал, что война начнется позже, и он успеет перевооружиться, улучшить оружие. Не успели. У нас в нашей стране, конечно, было много и предателей. Но предатели были везде. Без них никуда. Более трусы, конечно, которые убегали. Дезитеры были, и помогали своим, убегали. Было многих людей за наших плен. Много людей погибли от голода, от холода. В вооружении только у нас хорошее появилось в середине войны. Появился самолеты ИУ, ИУ-2. Появился танк ТЗ-4, ИС, СУ-102, ССУ. Появилась Катюша от установка. Появился автомат ППШ. Появился снайперские винтовки. Инженеры сделали. И помогали, конечно, все помогали, как могли. Поживые люди помогали. Носили ящики, так сказать. Хлеб. Пекли хлеб. Помогали, как могли. Дети помогали. Становились разведчиками. Узнавали данные, где находится противник. Передавали данные. Где находится противник. Сколько противников. Какое у них вооружение. Какую там... Куда они хотят напасть. Все помогали, как могли. Я представляю, как они за четыре года смогли противостоять такую мощную войну. Как они смогли победить. Я читал истории. Там вообще было ужасно. Как... Я вообще... Очень... Спасибо им за все, что они делали. Пожелать всем еще. Пожелать всем прости удачи. Хорошо этот день. Хорошо отдохнуть. Поздравляю вас всех еще раз 9 мая. Хорошим праздником. Потому что именно 9 мая наша армия взяла Берлин. Именно 9 мая начался Днем Победы. Ну, конечно, еще оставались. После войны еще оставалось. Немного товарища фашиста. На наших всех и добили. Днем Победы начался. Все раз 9 мая. Все еще... Сейчас сказать им. Спасибо всем ветеранам. Всем-всем. Лидим. Жил в жизни всем. За то, что они подарили на будущее. И победили такого мощного врага. Как фашисты. И давайте почти память. Кого уже с нами нет. Ну, это молчание. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Комментируйте видео. Ставьте лайк. И всем пока. Хорошо вам отдохнуть в этот день. Спасибо.